Хей, мой Ник Летсплей, и ты находишься в виртуальной студии новостей. Сегодня у нас тема особенная и гости подобающие. Мой давний братишка Культ, который сначала затащил меня в Еву, а потом в Линейдж 2М недавно позвонил. Я как чуял быть беде, опять бабки вкидывать. Но нет, говорит, донат не нужен. Порог вхождения таков, что даже он смог войти. Все шмотки здесь расходники, а при убийстве врага ты лутаешь его шмотки. В общем, я посчитал, что этот подкаст как минимум окажется полезным для львиной части моей аудитории, которая задается вопросом, а во что сейчас поиграть? Альбион Онлайн. Кроссплатформенное ММО в средневековой стилистике, разработанное и выпущенное Sandbox Interactive в 2017 году. Ну и древность, скажешь ты, мой дорогой слушатель. Ну я тебя парирую. В начале этого года игра получила второе дыхание, пробив потолок по количеству активных аккаунтов единовременно в игре. 320 тысяч. К примеру, та же Ева едва ли набирала 1030 в этом году. Ну а в L2M цифру можно взять, исходя из просмотров под моими роликами. Сегодня Нуб Культ и суперопытный ПВП игрок Альбиона Эними расскажет, почему тебе стоит зайти в эту игру и осмотреться. А если ты давно здесь осмотрелся, то откроешь для себя новые грани игры. Точите копья, снимайте доспехи. Сейчас будет КТА на контент в Альбионе. Для вас сегодня вещают. Летц. Полный ноль и считай не играл в Альбион. Эними. Настоящий профи, который создает и потребляет ПВП в Альбионе более трех лет. И Культ. Работяга ПВЕшник месяца два копает труду. Привет, Культ. Здорово. Здорово, Эними. Привет, привет. Ну что, рассказывайте, куда вы меня пытаетесь затащить? Что это за игра? И вообще, как вы вместе познакомились? Ну, я думаю, здесь уже Культ должен начать. Да, без проблем. Ну, собственно говоря, поскольку мне надоело, Ева линейка вообще не зашла по объективным причинам. Наверное, потому что я нищий. Я искал какой-то проект, повеселиться, чтобы было море ПВП, чтобы можно было лутать тех, кого ты убил. Ну, в общем, очевидно, выбор пал на Альбион. Я в него уже играл на старте. Там достаточно тоже высоких результатов добился. Но потом на долгое время забил. А сейчас что-то я вернулся. И, вау, игра преобразилась. Народу стало играть больше. Вообще все супер. Ну и, в общем, начал искать гильдию. И искал по принципу чего-то максимально ПВП-ориентированного с одной стороны, а с другой стороны, ну, недушного. Чтобы ребята были веселые, приятные. Чтобы обездоловки было как-то не чересур много. Ну, нашел энеми. И сразу подружились. Классный чувак. Все объяснил. Ну, мне предпочитано учиться играть, естественно. Ну, про проект он, конечно, больше меня сможет рассказать. Да, и так и ними. Чтобы не звучало, как будто ты какой-то хрен с горы. Представься. Расскажи о себе, о своих достижениях. В данный момент, что ты в Альбионе делаешь? В какой гильдии играешь? Сколько вас человек? Ну, что ж, я, наверное, начну с того, что Let's Day меня все-таки перехвалил. Я не прям какой-то топовый ПВП-игрок. Да, я опытный ПВП-игрок. Играю больше трех лет. Но, опять же, это не талант. Это все просто опыт. И очень много потрачено времени на эту игру. У нас есть своя гильдия. Называется Misfits. Мы состоим в Альянсе. В гильдии у нас более ста активных плееров. Основное направление гильдии это ПВП. И основное направление Альянса это тоже ПВП и ЗВЗ. Мы, наверное, скажем так, выше среднего ЗВЗ Альянс, если можно так сказать. А что такое ЗВЗ? Прости, я не понял. ЗВЗ переводится как Zerg vs Zerg. То есть это массовые ПВП-сражения за какие-либо объективы, которые интересны гильдии, Альянсу, в дальнейшем которые дают какие-то преимущества и блага как и гильдии, так и Альянсу. То есть это территории, это какие-то замки, это убежище на, так скажем, опасных локациях в Черном континенте. И, так скажем, со всеми вытекающими. Я правильно понимаю, что Zerg в этой игре, он не то чтобы не осуждается, а это как целый пласт контента? На самом деле тут можно дать очень широкий ответ. В большинстве случаев, конечно, да, решает количество, очень сильно решит количество. И многие Альянсы берут количеством. Очень мало какие Альянсы берут качеством, потому что банально это очень дорого и требуется очень много потраченного времени. Банально опытных игроков, вот реально настоящих, сильных опытных игроков в Альбионе просто не хватит для того, чтобы сделать суперопытный Zerg. По крайней мере, одноязычных игроков 100%. Обычно все топовые, ну, скажем так, топовые, выше среднего, какие-то PvP-игроки, которые мелькают в разных крупных завозогильдиях, участвуют в завозоконтенте, они у всех на виду и все друг друга знают. Я бы здесь кинул, наверное, пару слов. Это тоже копилку того, почему я именно сценами начал играть. Я посмотрел на то, как они дерутся, и мне это очень сильно напомнило то, как мы дрались с тем меньшим количеством против большего. То есть ребята стараются работать на качество, ну, меня всегда такие вещи подкупают. Когда ты можешь меньшим количеством убивать превосходящие силы противника. Получается, тут есть где развернуться рукастым ребятам и любителям понажимать кнопки. На самом деле очень много здесь. Я скажу так, что если судить именно моментов, когда я играл 3 года назад, и когда я играю сейчас, общий уровень игроков средний, он очень сильно повысился. До этого люди играли намного слабее, чем сейчас. То есть я бы сказал, что порог вхождения увеличился, но с другой стороны здесь очень много казуального контента, который помогает освоиться. Но опять же, наша гильдия дает возможность скипать весь этот казуальный контент и сразу переходить, ну, не сразу, конечно, к хардкорному PvP. Здесь без PvE никак, но все же мы даем достойный уровень. То есть в плане мы передаем свой опыт людям, которые достаточно проявляют очень хороший актив, и которым реально интересно проводить время с комьюнити, а которые не какие-то замкнутые люди, которые просто скипают контент и играют в соло, при этом вступив в гильдию или в альянс. Это самое важное, что нужно учитывать в таких моментах, потому что эта игра — это фулл-комьюнити игра. То есть тут соло-контента много, но настоящий контент, настоящий драйв и настоящий интерес у тебя будет только в массовом контенте, в групповом, в гильдийском, в альянс-контенте. Интригу мы повесили даже, даже много интриг. Предлагаю вернуться немножечко в начало и от простого к сложному идти. Для новых игроков, вот, например, я в Альбион, ну, не знаю, сутки, может, поиграл, я едва обучение прошел потом, копал какую-то руду, валил бревна, в общем, апгрейдил себе шмотки. Для новых игроков, с чего начинается эта игра и вокруг чего она строится? Здесь нужно ли топить уровень? Куда вкидывать бабки и сколько платить за игру? Вот об этом расскажи, о старте и вокруг чего игра строится. Ну, давайте начнем, наверное, с того, что интересует большинство игроков. Это игра pay-to-win или не pay-to-win, то есть сразу обозначим планку. Да, конечно. Это не pay-to-win игра, однозначно могу сказать. Здесь решают комьюнити, решает политика, решают связи очень сильно. То есть, если, допустим, тебя знают, как зарекомендовавшего себя игрока, который не подставит тебя, то есть он выполняет все свои обещания, за тобой пойдут люди и тебе помогут, то есть у тебя будут союзники. И если же у тебя плохая репутация, ну, тут как бы мои соболезнования. Всегда нужно следить за репутацией. Я тебя понял. Немножко ближе к делу, Егор. Ты недавно этот путь проходил. Как ты дошел от создания персонажа к эниме в довольно большой гильде? Ну, я-то, блин, более-менее опытный человек в таких вещах. То есть я всегда, когда стартую, я ищу какой-то топ-сайт, присоединяюсь сразу к этому топ-сайду. И, собственно, здесь такой же совет, на самом деле. Мне для того, чтобы сразу быть готовым к потреблению топ-контента, так скажем, топ-пвп, топ-пве и всего самого веселого, мне потребовалось, ну, недели две-три, не больше. Но для игроков, которые просто там зашли в игру и не понимают, что делать, они, конечно, могут на годы завязнуть. Но это как и в Еве. То есть если ты не участвуешь в гильдейской жизни, если ты просто бегаешь один, то ты можешь просто не выбраться из безопасных зон, потому что даже там хватает контента настолько, ну, казуального контента, как я его назвал, настолько много его, что можно зависнуть там на год, по-моему. Вот. Но я просто не из тех людей, которым интересно хрюкать мобов в начальных локациях. Я как только зашел, я сразу же начал в Дискорды лазить, искать ребят, смотреть видосы, кто чем занимается, разбираться. Ну вот, в общем, я разобрался и, собственно, уже играю. Хрюкать мобов-то здесь все-таки нужно или не нужно? Вот. Здесь очень прикольная, интересная система, зачем это нужно. Здесь нет уровня как такового, здесь есть исключительно прокачка оружия твоего. Вот чем пользуешься, то и качается, по-моему. Ну, в некоторых онлайн-играх такая тоже система есть. Если ты ставишь обучение, то здесь ты его не ставишь, здесь просто убивая моба, ты качаешь то оружие, которым пользуешься. А то оружие, которое ты взял, оно дает тебе скиллы. Ну, как и доспехи вообще, все, что ты одел, оно дает тебе какие-то скиллы. Соответственно, хочешь открыть более крутые скиллы, хочешь, чтобы это оружие посильнее било, то бей мобов. Так что, да, приходится хлюкать мобов, ничего не поделаешь с этим. Но, опять же, то количество экспы, которое, здесь она прямой называется, славой, то количество, которое я здесь получил в составе гильдии, сразу хотя бы топовые данжи, и то, которое я бы получал, если бы я просто бегал соло-один, оно просто несравнимо. Я фактически за две недели выкачал практически полностью все, что хотел. Офигеть. Ну, к примеру, в ту же линейку ты сейчас никак не зайдешь, если создашь нового персонажа. Тебе надо год качаться. То есть, единственный вариант, это за сотни тысяч рублей покупать персонажа, да? А здесь, по сути, за две-три недели ты уже можешь, не знаю, обучиться, вкачаться и потреблять high-end контент, да? Со своими соратниками? Да. Понял. Ну, а все-таки, сколько вы денег на игру потратили или тратите? Цифра есть? Ну, я полторы тысячи потратил на премиум. Все, больше ничего не тратил. И, в общем, больше не собираюсь, потому что я уже начал других чуваков убивать, снимать с них мод, продавать его, и, ну, собственно, таким макаром планирую оплачивать дальше себе премиум. Для чего можно за игровую валюту оплатить? Больше здесь, ну, а, ну, еще я планирую влить пару тысяч рублей на мне, потому что я не могу без этого. Как это не нарядить своего персонажа в красивую в нерку? Enemy. Сколько примерно за три года ты влил денег в игру? Если так подумать, не более чем 5000 рублей. И то, в основном, это были какие-то косметические предметы. В эту игру не нужно донатить, на самом деле. Если у тебя есть, ну, так скажем, люди, которые играют с тобой, вы в любом случае найдете, как заработать. Это не так сложно. Просто делать это в соло очень часто скучно и неприбыльно. Обычно заработок полностью пропорционален количеству людей. То есть чем больше людей, тем больше и заработок. Потому что чем больше у тебя людей, тем больше у тебя, так скажем, уровней разного контента все выше и выше открывается. О моей голове это сложно переварить, потому что буквально недавно на стриме там был донат, как раз на буст моего персонажа, там 30 тысяч рублей. Я их вкинул в линейку, ну и закрыл себе пару защиты, пару атаки, пару точности. Вот. А ты говоришь, 5000 за три года. Работяги будут рады. Все бесплатно получается, только премиум. Да, премиум сильно ограничивает его отсутствие. Для чего нужен премиум? В основном премиум нужен для прокачки. То есть он ускоряет твою прокачку на 50%. Премиум влияет, он косвенно еще влияет в массовых ПВП-сражениях, потому что так же, как у вас в линейке есть кластер, так у нас есть кластер, но это все равно немножко разные вещи. Если у вас это межсервер, то у нас это просто межлокационный кластер. В том случае, если во время массовых ПВП начинается очередь в определенной локации, где находится больше 500 человек одновременно. В таком случае, там много факторов, и один из факторов — это наличие премиума на приоритетный вход в эту локацию. Но премиум добывается очень легко, на самом деле. Зная некоторые, так скажем, фишки, имея возможности, которые предоставляет гильдия, то есть это сейв-зоны в черных локациях и нужных людей на опыте, которые берут тебя с собой, ты поднимаешь премиум. Но это рандом, типа бывает такое, что можешь за сутки его нафармить. Вообще спокойно. Подписку можно нафармить игровым путем и вообще не платить деньги, правильно? Да, конечно, вообще без проблем. Если ты в топовой гильде, в какой-нибудь тем более. Да. Единственное, что ты не можешь купить за игровую валюту, это платную внешку. То есть есть бесплатная внешка, которую можно купить за игровую валюту на аукционе, а есть именно внешка эксклюзивная, которая именно, так скажем, выходит от разработчиков. Она уже покупается за донатную валюту. Культ, у меня сейчас такая ностальгия. Помнишь, когда мы с тобой первое интервью писали, тоже самолет у тебя там пролетал? Да, я такое помню, но я не уверен, что это сейчас у меня. Я это вырежу, наверное. Это не у тебя, это у Энеми. Не, наоборот, прикольно. Может быть, оставим, посмотрим. А, окей, хорошо. Что по шмоткам? Где взять шмоток? Как пойти убивать врагов? И что будет, если меня убьют? Насколько я знаю, по-моему, мне говорили, что тут, как в Еве, есть безопасные зоны, есть опасные зоны. Вот. Где-то шмотки теряешь, где-то нет. Расскажи подробнее вот об этой системе. Угу. На самом деле, это проще показать наглядно. У тебя же включен мейстрим. А, да, кстати. Давай на экране посмотрим. Смотри. Вот. Точно. Да. Вот. Это карта мира. Если мы говорим прямо о совсем начинающих игроках, они появляются здесь. То есть, это начальные четыре локации. Когда они проходят обучение, у них есть возможность выбрать один из, получается, скольки, из пяти городов, которые находятся по бокам. Здесь начинаются вот как раз-таки синие локации. То есть, что стартовая, что вот эти вот все локации, которые находятся ровно вот так вот по кругу, все это синие локации. Это самые начальные локации, которые, в принципе, я советую прям максимально быстро скипать. То есть, прошел обучение и сразу побежал в город. Имеешь на руках какое-то количество денег, то есть, там уже подталкиваешься именно от того, посмотрел ли ты какие-то начальные гайды, связался ли ты, допустим, с нашей гильдией или еще, возможно, с кем-то. Вот. Следующий тип локации это желтые. Там есть контролируемое пвп, то есть, нужно включать пк. Вот. Только плеер-кейлер режим. То есть, ты онфлагаешься, включаешь пк и можешь участвовать в пвп. Там пвп можно навязывать. То есть, это фулл. А можно не отвечать на этот режим, чтобы не вступать в битву, например? Если я нуб, там и боюсь. Я тебе скажу так. Именно в желтых локациях уже нельзя. То есть, если будет пк-шник, он тебя будет бить. Но ты не умираешь в желтых. То есть, у тебя происходит нокдаун, ты падаешь на 3 минуты, после 3... Ну, через 3 минуты ты просто встаешь. Ничего не теряем. Вот. Если мы идем дальше, то красные локации это уже, так скажем, опасная зона, по сути. То есть, там включен пк-режим, не включен пк-режим. Если тебя убьют, глуп теряется. Очевидно, если тебя убьют именно игроки. То есть, от мобов ты не умираешь. От мобов ты также иногда уничтожаешь. Free for all, типа, да? Да, free for all. Все верно. То есть, все эти красные локации, они населены ганкерами. Те люди, которые, так скажем, охотятся за твоим лутом, то есть, там умереть можно достаточно просто. Вот. Можно затронуть также систему фракций. У каждого города есть своя фракция. Если ты включаешь фракционный режим, то есть, ты представляешь фракцию определенного города и выходишь в красный, тебя там могут бить, именно фракционщики другой фракции. Если они тебя убивают, ты тоже теряешь лут. В желтых локациях ты не теряешь лут также. В фракционке. Это все, что нужно знать из основного по поводу локаций именно королевского континента. То есть, у нас игра разделяется как на королевский континент, так и на черные земли. Королевский континент это вот синий, желтый, красный, а черные земли это фулл черные локации, только черные локации. Это полностью... Ну как нули. Да, да, можно и так сказать, как нули в Еве. Здесь полностью неконтролируемая ПВП, то есть, если ты не находишься в группе, либо вы ни в одном альянсе, либо ни в одной гильдии, все для тебя красные. Здесь не нужно включать ни ПК, ничего, то есть, полная анархия, скажем так. Ну и наверняка там ведется ярая конкуренция за место под солнцем, за какие-то территории и ресурсы, да, топовые гильдии. Да, мы можем открыть, допустим, политический вид альянсов, и мы можем посмотреть, какое количество альянсов какие территории держат, то есть, вот, каждый кусочек земли это отдельная территория. Так, ну для меня это все ромбики и треугольнички разного цвета. Вот, поясните. Это все кланы какие-то, да, вот эти значки? Гильдии, или как правильно называть? Да, это все альянсы, а вот так вот это будет гильдии. О, кстати, а сколько в гильдии максимум людей может быть и сколько гильдий в альянсе? Сразу скажу, что в гильдии может быть максимум 300 человек, поэтому крупные гильдии очень часто проводят чистки, то есть, поэтому идет упор только на активных плееров, которые, так скажем, удовлетворяют именно требованиям гильдии, потому что, объясню, такую вещь. Допустим, заходит человек, вступает в гильдию, говорит, как бы, что вы от меня требуете, как бы, что вы мне за это даете? Очевидно, что если у гильдии есть требования, то гильдия взамен тебе что-то дает. в основном, что вы получаете от гильдии, что вы получаете от гильдии, которая либо средняя, либо крупная, которая как-то себя представляет именно в черных локациях, как именно в плане политики, в плане ЗВЗ, в плане массового ПВП контента, это именно локации, это хайдауты на этих локациях, то есть, это как хабы в Яве, да, если я не ошибаюсь? То есть, если мы сейчас вот... Торговые хабы? Ну, скорее не торговые, а скорее даже... Я могу проще объяснить. Это убежище, в которое ты можешь носить лут, поскольку, убивая других пацанов, или хрюкая мобов, ты в какой-то момент накапливаешь ресурсы. Здесь нету быстрых телепортов, потому что, ну, живая экономика в игре. То есть, если ты что-то добыл и хочешь это продать, будь добр, вези. Поэтому гильдии строят себе на своих территориях такие безопасные убежища, в которых ты можешь аккумулировать от лут, а потом караваном его навозить до города. Ну, в общем-то, в этом есть и смысл. то есть, как бы здесь все воюют за ресурсами, и ты, как единица, ты тоже воюешь за свои собственные ресурсы в том числе. Так, а если я сдох и все потерял, что мне делать дальше? Одевать новый сет и идти сражаться, что еще делать? А если нет денег? Кто закупается на последнее, скажи мне? Ну, кто? Большинство игроков, на самом деле, как и в Еву, так и здесь будут сто пудов на последних бабках. Ну, я скажу тебе так, что разумный человек всегда понимает, какую сумму он может потратить, какая сумма у него должна остаться для того, чтобы он камбэкнул деньги. Обычно, если человек уже освоился в игре и он как бы хавает именно какой-то хай-энд контент, у него уже нет проблем с деньгами. И тут, на самом деле, не сильно зависит от того, сколько времени ты играешь в эту игру. Все зависит от твоей, скажем так, обучаемости и от того, насколько сильно ты социализирован, насколько ты готов играть в гильдии. Ну, все-таки, это игра ММО в людей. Да. Мы плавно сбоку подходим к вашему тезису о бездонатности и отсутствии Pay2Win. Насколько я знаю, здесь можно вдонивать в голду, наверное, за которую ты можешь покупать себе шмотки. Есть такое? Да, да, все правильно. Почему это не дает Pay2Win эффект? Я объясню простым способом. Если мы посмотрим на стрим, то мы увидим, что да, здесь можно купить валюту, то есть здесь есть донатная валюта, это вот голда, и есть именно игровая валюта, это серебро. В основном все покупается только за серебро. То есть за голду ты можешь купить только серебро, которое, грубо говоря, вот идет... Это естественный вывод избыточного серебра. То есть чуваки покупают голду за серебро, этим выводят его из игры и провоцируют, ну то есть уменьшают нафляцию. Чуваки, которые купили шмот в донев в голду, эти чуваки этот шмот 100% потеряют, потому что здесь все всегда в итоге теряют свой шмот. Ну невозможно здесь участвовать в пвп и никогда не погибать. Это просто нереально. Ты можешь просто нарваться на... там бегаешь соло или нарваться на пачку в два раза больше. Ты можешь выводить лут, у тебя там будет этот хороший комплект, тебя грабанут и купят комплект получше. Ну то есть тут вообще бессмысленно абсолютно донатить себе на шмот. Но естественно это все, ну как все, большинство неопытных игроков, они естественно думают, что это им поможет, они так делают. Но вообще в этом смысла никакого нет. Очень похоже на Еву, на Еву очень похоже. На самом деле нам на стриме стоит обратить внимание именно на рынок золота, о чем я говорил изначально. То что здесь ценник золота очень сильно скачет. То есть он нестабильный, именно курс золота к серебру. Вот. Ты можешь, допустим, залить сюда серебро, ой фак, залить сюда золото, перевести его в серебро и купить себе шмотки. Но опять же, от того, что ты себе будешь покупать хороший шмот, это не залог победы, далеко не залог победы. Опять же, здесь невозможно одеться так, что, допустим, ты можешь там драться один против двадцати, к примеру. То есть тут очень сильно решает именно твой скилл, твое понимание игры и составление именно твоей группы. Потому что с соло особо много вот этого не добьешься. Это, кстати, прикольная деталь. Извини, в это вкину еще. Это к вопросу о скиллах и прокачке. И вот об этом, о диване грамотном. Тут, поскольку ты можешь надеть любые доспехи и миксовать их с любым оружием, то есть там огненный маг в железных доспехах, но в тяжелых там, еще что-то такое. Здесь ребята постоянно находят какие-то интересные билды. билды. А поскольку есть вероятивность огромная, то ты этой огромной вероятивностью соединяя вот эти интересные билды уже в пачку из 5, 10 или 50 человек, ты получаешь просто какой-то взрыв мозга. То есть тут не просто там 3-4 роли, да, обязательные. Тут может вообще что угодно быть. звучит потрясающе. И это не сарказм. На самом деле мы все про ПВП да ПВП и я понимаю, что здесь, раз вы такие матерые волки, тут присутствуете, очень развитое это направление. А что насчет ПВЕ? Чем еще можно заняться в Альбионе? Собирательство, крафт? Вот про эту часть давайте поговорим немного. На самом деле, как уже подметил культ, здесь очень живая экономика, в которой в принципе никак не вмешивается. разработчики, то есть все, что вы находите на рынке, все, что вы подбираете с игроков, даже все, что вы находите в сундуках. Я вам открою такой секрет, если кто-то не знает такой момент. Все, что вы находите в сундуках в данжах, это большая часть созданная игроками. Она пропадает с мира, либо ее продают на специальном аукционе, который называется «Черный рынок». И в дальнейшем все эти шмотки их закупает игра, и они попадают к тебе в сундуке, которые ты лутаешь на ПВЕ. Сундуки в мобах. Это мега прикольная система. Я когда про нее узнал, я офигел. То есть ты убиваешь чувака, на нем ломаются его вещи, ну, какое-то количество, какой-то ты подобрал. И вот те, что сломались, они кому-то еще где-то с какого-то моба упадут. То есть это абсолютно гениальная система. Я офигел, не узнал, да. Офигеть. А подтерриториально это как-то ограничивается? Вот в районе, где тебя убили? Нет. Никак не ограничивается. И нужно отметить такой момент, чтобы люди поняли ситуацию, поскольку, опять же, вы немножечко, но заблуждаетесь. Не все шмотки камбэкаются. Многие трешнутые шмотки просто безвозвратно исчезают из игры, потому что банально было бы перенасыщение рынка. Все, что, допустим, вот когда человек умирает, допустим, 50% шмоток ломается, 50% шмоток остается на лут. Так, те 50% шмоток, которые сломались, они ломаются безвозвратно. То есть, они полностью исчезают из игры. И таким образом поддерживается экономика. Поскольку иначе бы цена бы улетела бы настолько ниже плинтуса, что все шмотки стоили бы 2 копейки. Погоди, а вот иногда я снова лутаю шмотку и на ней написан крафтер-создатель. Или мне это показало? Этот человек продает шмотку на черном рынке. на черном рынке ее покупает система и уже рандомно выдает где-то в сундуках, где-то с мобов, где-то еще каких-то вот таких. Я понял. То есть, человек должен обязательно получить деньги, чтобы она даже к мобу будет у тебя, блин, прикольно. Очень прикольно. Интересно, да, звучит прям мощно. А как тут обстоит дела с РМТ темой? Вообще, это актуальная тема, но я максимально ее не одобряю. Вот. Если мы вернемся к теме РМТ, то я скажу так, что здесь это достаточно быстро наказывается. То есть РМТшников немало, но лично я таким не занимаюсь, особо как бы чисто по своим, так скажем, каналам об этом знаю. Много кто как изворачивается, но все равно в конечном итоге почти всех их банят. если ты узнаешь, что у тебя в гильдии есть человек или группа лиц, активно занимающихся РМТ, твои действия? Я для начала пойму, в каких масштабах они это делают, чтобы оценить, так скажем, степень ущерба для своей гильдии. Чтобы понять, брать с них налог или нет? Нет, нет, тут речь идет скорее о том, чтобы обезопасить других участников гильдии. То есть, если они не участвуют в жизни экономики гильдии, то это их полное право. То есть, просто я буду понимать, что с этими людьми не нужно ввести никаких финансовых сделок, чтобы не оказаться, скажем так, в цепочке тех, кого могут забанить. Вот и все. Я вообще, в принципе, не веду особо ни с кем каких-то односторонних финансовых сделок. Я правильно понимаю, что есть отдельный пласт игроков, который занимается экономикой, финансами, торговлей, крафтом добычей, или, ну вот, если я только хочу играть в ПВП и не хочу вот это копать, собирать, крафтить, то мне это не нужно делать. Есть куча игроков, которые все это сделают за меня, правильно? А я могу их... Нет, конечно. О, прости, что перебил. А я могу их защищать, так скажем. Ну, именно в нашей гильде все это смежно. То есть, все люди, которые занимаются ПВП, они на стороне занимаются и крафтом, на собирательство в свободное время, но это скорее как хобби, то есть они... Ну, возможно, в какой-то степени способ заработка, потому что если в это углубиться и прям это выкачать хорошо, то там заработок большой идет, на самом деле. Но это требуется два варианта. Либо много времени, либо много вложений средств. это можно все сделать быстро, выложив средства, либо делать это постепенно, но медленно. Вот. Ну, я бы не сказал, что все прям. Я вот, например, вообще даже не трогал ни кирку, ни лопату, ни топор. Я сразу решил для себя, что только убивать и все. Ну, обычно это, так скажем, как отвлечение во время того, когда нет какого-либо именно контента основного, скажем так, когда люди полностью отдыхают. А так здесь, да, здесь очень много таких, так скажем, групп, даже гильдий, даже альянсов по интересам в плане крафта, в плане собирательства. То есть эти люди, так скажем, в фул в экономику ушли. Они вообще скипают любое ПВП, особо ничем не занимаются, кроме того, чтобы вот насыщать рынок и таким образом зарабатывать деньги. В основном в таких гильдиях и сидят в большинстве случаев РМТ игроки. То есть в ПВП гильдиях РМТ игроки встречаются не так часто. Ну да, логично в принципе. Хочу добавить, что ПВП контент, именно какой-то массовый групповой ПВП контент, если мы исключим отсюда ганг, то в основном это не заработок денег, а повышение своего скилла, потом получение удовольствия и в принципе посещение, так скажем, получение этого контента. То есть ты, так скажем, ты играешь just for content. То есть тебя не волнуют деньги. Ты приходишь в эту игру, чтобы получить удовольствие. На самом деле здесь я бы сделал небольшую такую помарочку того, что так как эта игра, так скажем, интернациональная, здесь играют вообще абсолютно все, так скажем, носители языка. То есть и здесь русских... Общий сервер, правильно, да? Да, один общий сервер. Global, круто. Да, Global Server. И здесь русскоязычных игроков далеко не по подавляющее количество. В процентном соотношении я даже не скажу, но по моим ощущениям я думаю меньше 10%. Да, в большинстве случаев ты встречаешь англоязычных игроков, если именно ты где-то их в открытом мире встречаешь. Но русских тоже немало на самом деле, опять же. Но в нашей гильдии у нас, в принципе, альянс интернациональный и даже в моей гильдии есть как англоязычные игроки. У меня есть и арабы, у меня есть и итальянцы, и испанцы, и португальцы. Именно прямо в моей гильдии, учитывая того, что у нас основной язык это русский. И они с нами просто говорят по-английски. Я тебя понял. И еще вопрос. Вот про ЗВЗ контент ты рассказал, причем рассказал много. Это еще раз, зерг против зерга. Толпа на толпу. Что насчет небольших групп и соло-ПВП контента? Как тут с этим обстоят дела? Я бы здесь, наверное, вкинул сразу. Я вот именно конкретно за этим пришел в Альбит. И именно этот контент, он мне нравится одной банальной вещью. Если ты помнишь, в Еве нужно еще попытаться найти какой-то small scale, там, соло-ПВП. Реально нужно попытаться найти это. Там это большая проблема. Два часа можно искать ПВП. Это бесило. Да, и ничего не найти или на тебя будет вечно выкатываться в 10 раз больше, чем вас. Здесь вообще ситуация противоположная. Я вот сколько не бегаю, на нас, мы даже можем быть пятером, на нас двое налетают, там, начинают нас разбирать. И ты такой, да черт возьми, как вы это делаете? Или вы там вдвоем бегаете, видите пачку какая-то, качается, а поскольку они качаются, у них, скорее всего, сет это не очень, подогнанный под ПВП. И ты такой, о, ща мы их зальем. То есть вот такого маленького ПВП от двух, там, ну, от соло и до, там, группы из 10 человек здесь просто море. И, ну, примерное время от выхода из безопасной, там, убежки моей или из города до получения ПВП у меня, ну, составляет минут 10-15. То есть где-то минут через 10-15 ты уже первое ПВП ловишь. Слушай, Энеми, а ты можешь прям сейчас, или это невозможно, пойти и кому-нибудь вломить, показать на экране, вот как это выглядит. Ну, на это, конечно, мне потребуется какое-то время, чтобы переодеться, но можно попробовать. А заодно, если у тебя нет секретов, если секреты есть, мы их потом на монтаже замажем, прокомментируй свои действия, что переодеваешь ты, как выглядит, не знаю, инвентарь и так далее. Вот, что у тебя за класс? В данный момент это перчатки, медскилзава забил. То есть это перчатки, кожаная броня. Как же это? Хиллер, маг, танк. Я... Лайт армор, демидж дилер какой-то, да, дамагер? Это, это, это мили-ддд. Мили-дд, во. Теперь я понял. Кошкинку, отскок всего-то. Тут очень прикольно, ты можешь, например, взять какой-нибудь, я не знаю, алибарду, топор, еще чего-нибудь и одеть, например, там, магические эти легкие доспехи, да, тканевые. Ну, здесь есть разделение, кожаная, тканевая и латная. Вот. И очень много дамажить, но при этом и по тебе будут. Если ты там уверен в своих силах, если ты там очень быстро входишь, противников очень быстро выходишь из матча, то ты можешь разглажить, там, большим уроном много народу. То есть также какой-нибудь чувак, может одеть на себя тяжелые доспехи и какой-нибудь мистический посох, получить кучу бафов, дебафов, там, каких-то цейвов, еще чего-то, и разложить тебя на долгом, там, хитром кайте. Ну, то есть вот, сочетание, по-моему, здесь бесконечное. Плюс еще есть, естественно, реворки какие-то, смены баланса и прочее, и ты там выкачиваешь себе пушку, нашел идеальный билд, через какое-то время реворт идет, и ты видишь, блин, да там апнули, там, я не знаю, луки, и ты такой, о, сейчас я еще и на лука сяду, идет, выкачиваешь себе лук, это снова куча контента, пока ты этому учишься, и так далее, и тому подобное. Ну, такой процесс бесконечный. Опять же, мой мозг сравнивает с тем, что ему знакомо, немножко напомнило, чем Passive Exile отличается от Diablo, там тоже большое количество вариаций, разных билдов, и запросто маг в тяжелой броне, там, да. Да, да, кстати, очень похоже. Просто в Еречо, там, грубо говоря, ты одел модуль, тебе нужно обязательно иметь модуль, чтобы там противника поймать, например. Ну, я имею в виду скребок, да, и сетка, то есть, ну, как бы без них никуда, там, для ловца. Здесь же, ну, например, можно, я не знаю, на кинжале чувака поймать, потому что есть бросок кинжала, там, со станом. Можно поймать чувака на копье, потому что ты, или там, на одноручном мече. На всем можно так или иначе поднять, потому что у каждого оружия есть какой-то и элемент контроля, ты можешь выбрать, там, не один скилл же. который ты выбираешь, еще на самом оружии есть пул скиллов, там, первый, второй и третий скилл. Вот, третий, это обычно всегда, ну, это всегда ульта, там нету пула. Но первый, второй, QW, ты выбираешь, и там, ну, можно миксовать бесконечно. Ауе, спелл взять, контролящий, дамажащий, еще какой-то. Вот, я смотрю на экраны, и транспорт, это зашибенная тема, а вот, например, не знаю, из одной части карты в другую, чтобы переместиться, или переместить группу войск. Сколько это времени требует? Я помню, в Еве там, не знаю, можно было два часа потерять на перемещении. Здесь нет таких минусов. На самом деле, тут ты не так много времени тратишь. Опять же, ну, так скажем, большая группа людей передвигается дольше, чем малая, очевидно, потому что им требуются постоянные регруппы на гайках. Ага, на гайках тоже можно ловить, да, кемпить. Да, да, на гайках часто стоят ганкеры, то есть, какие-то гаечники, вратари, как мы их тоже иногда называем. То есть, ну, каждый, так скажем, получает тот контент, который он хочет. А чтобы на самом деле найти пвп-контент, достаточно просто выйти в черные земли с портальной локации, то есть, допустим, вот портальная локация, вот предпортальная черная земля, можно так сказать. Вот. И здесь можно вот найти просто любых людей, но это прям совсем такие вот бегают новички, которые там качаются, либо чем-то таким занимаются. И не факт, что они будут как бы соглашаться на пвп. Тут единственная проблема в том, что когда ты на маунте, тебя достаточно сложно словить. Ведь, допустим, я на него спешусь, он просто сейчас убежит. Ага. То есть, мне, чтобы тут кого-то поймать, мне нужно либо, чтобы человек сам добровольно согласился со мной подраться, либо, например, поймать вот каких-нибудь вот таких дурачков. Вот, допустим, поймал какого-то собирашку, например, вот в тот же момент. Вот все, мужик умер, я его слутал. Типа вот такая вот фигня. Ну, это типа прям совсем какие-то бичи. То есть, это неинтересное пвп. Малютки. Это малютки, да, правильно выражается. То есть, все, вот мужика убил, там слутал его на 100 тысяч. А вот умения, как они работают? Они, ты выбираешь кого-то в таргет, и они прицельно бьют, или ты на W, А, Д, короче, должен микрить как-то, держать дистанцию? На самом деле, здесь, очень сильно зависит от оружия, от твоего билда, и если ты играешь solo PvP, то только от твоего оружия, от твоего билда. А если у тебя есть патчика, то в основном это зависит именно от того, так скажем, какой стиль игры у вашей группы. А так, здесь есть как таргетные скиллы, так и массовые скиллы, то есть, здесь очень большое, так скажем, разнообразие в этом плане. Вот. Ну, на самом деле, как в любой ММО, нужно, чтобы и контроль был, и сил был какой-то, саппорт. Вот. И кто-то дамаг наносил, но это все очень вариативно. Да, кстати, насколько тут саппорты роляют? Я очень люблю за саппорты играть. Это олдскульное, это олдскульное RPG, ну, как сказать, по духу оно очень олдскульное, и поэтому здесь саппорт прям необходим. Ну, то есть, оно больше похоже, наверное, на Ultimo. Вот, про Ultimo вы что-то говорили? Какие-то параллели, может, проведем сейчас? Ну, первая параллель, это система фулллута, очевидно. Да. Создатели сами признавались, что вдохновлялись в первую очередь Ultimo. То есть, для всех олдов, скажем так, все сразу становится на свои места. Ну, а для молодой подрастающей аудитории игроков, может, поясним, что такое фулллут? А мы это не разбирали еще? Мы это разбирали, но скорее не обзывали его тогда в контексте фулллутом. Ну, можно тезисно. Да, да, поясним, почему нет. Фулллут, это аспект ПВП. В том случае, когда ты умираешь, ты теряешь все, то есть, это можно глядно показать, все, что на тебе надето. То есть, вот эту строчку, ты все теряешь, то есть, все, что у тебя, допустим, находится здесь, на тебе надето, то есть, там, расходники твои, твои шмотки, твое оружие, сумочки, и то, что у тебя находится в инвентаре. То есть, все это оказывается на твоем трупе, когда ты умираешь, и часть этого трешится просто в мусор, часть просто падает, допустим, в количество прочности, и это все слутывается с себя противниками. Либо твоими союзниками, если, например, они это сделали впервые, опять же. То есть, не исключены такие возможности в массовом ПВП, когда, например, тебя убили, но при этом тебя слутали союзники, и, соответственно, они тебе просто эти вещи возвращают. Ну, очевидно, исключая те, которые превратились в мусор. Ой, это супер. То есть, никто, так скажем, не дает гарантии того, что, когда ты умер, во время, допустим, массового ПВП, что ты потерял все. Особенно, если это не ЗВЗ. На ЗВЗ действуют, по-сому, немножко другие правила, там вряд ли тебе кто-то вернет именно твой лут. Обычно тебе вернут, просто смотреть не будет, да. Да, там тебе вернут скорее по правилам гильдии, и правилам именно проведения этого контента, смотря, как у них это все обозначено. То есть, тебе либо сделать компенсацию фул твоим сетом, который на тебе был надет, поскольку, в основном, массовые мероприятия в гильдии, они, так скажем, облагаются обязательным посещением. То есть, ты обязан на них приходить. Кстати, ты навел меня на вопрос, который я все держу в уме. К примеру, если взглянуть на мой будильник, ежедневный, по Lineage 2M, то мне нужно быть в 12, там, на мировых, в 13, в той, в 14, в той, в 15 отдохнуть, в 16 какой-то ивент, ну и так далее. 19, 20, 21, 22, то есть, 24 на 7 занятости. Это еще без боссов, без колов. Как у вас здесь обстоят, ну, с обязаловкой дела? Сколько времени нужно тратить на гильдию? Сколько дней можно не играть, чтобы не отстать от актуальных событий? На самом деле, я тебе скажу так, что, лично у нас, что в гильдии, что в альянсе, обязательные мероприятия проходят обычно по, вечернему таймеру МСК. То есть, это начинает с 8 вечера, и заканчивая примерно полдесятого десять. Это вот именно обязательное мероприятие. Какие-либо другие... То есть, игра не диктует, вы сами решаете. Игра диктует только условно, поскольку есть массовый ПП-контент проходит по таймерам локаций, которые указаны по гринвичу. То есть, например, наш основной таймер это 18 от гринвича, что получается 21.00 по МСК. Но сборы происходят за час до этого таймера. То есть, если мы посмотрим, например, вот, откроем политический вид карты альянса, например, наш альянс. То есть, вот эти вот территории, вот эти территории мы держим. То есть, вот, 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 вот это вот все наше. Грубо говоря, в этих, во всех локациях у вас имеются определенные сейв-зоны. На самом деле, это очень большое количество локаций. То есть, это прям очень большое. Выглядит так, как будто бы совсем маленький кусочек. То есть, если экстраполировать это на карту Евы, это, ну, территория, которую занимал один из там крупнейших альянсов. То есть, там, те же сайлендеры. Ну, это по ощущениям. Просто здесь таких сайлендов в пять раз больше. Понимаешь, то есть, тут вот этих крупных альянсов, поскольку, ну, как-то, я не знаю, за счет чего я это еще не успел проанализировать. Но здесь очень сложно заклеймить, знаешь, так, типа полкарты. Фактически невозможно. Здесь, то есть, чуваков в таких крупных гильдях, которые постоянно сменяются, постоянно воюют, их значительно больше. Ну, и народу в десять раз больше, чем в Еву играть. Тут понятно. Вообще, это делается у нас немножко по-другому. То есть, у нас, во-первых, когда у тебя много территорий, на альянс накладывается штраф. То есть, когда у тебя больше десяти территорий, то есть больше десяти локаций, у тебя появляется штраф. После двадцати локаций у тебя там уже начинается добро и на твой получаемый опыт, что, в принципе, ну, для некоторых критично. Соответственно, обычно как делается? Есть несколько альянсов, и эти альянсы между собой делают коалицию. С какими правилами? Они у друг друга просто не отхватывают территории. То есть, территории поделены. Если приезжает кто-то левый, то зачастую, если это какой-то, так скажем, вообще залетный противник, то против него может выйти драться весь город. То есть, например, приехала, я там, не знаю, сотка противников, к примеру, в С них, да, это не честно, кстати, я скажу так, но опять же, это политика, это территории, то есть, это деньги. Ну, допустим, я решу поглумиться, да, и скажу под 500, а залетаем, у нас 200 человек придет к вам в черной земле, нубов. Да, вы залетите, и скорее всего, во-первых, будет очень большой недостаток опыта в этом плане, то есть, тут бабки никак не решат вопрос, на самом деле. Придут просто люди, которые играют в ЗВЗ, ну, какой-то длительный промежуток времени, и придет несколько альянсов, и эти альянсы вас просто переедут. То есть, так же, как у нас, например, происходит с некоторыми хайп-гильдиями, как их называют англоязычные игроки, которые имеют опытных ПВП-игроков, прям вот, топовых ПВП-игроков, именно англоязычные китти. Вот. Они, например, могут приезжать за контентом, либо пытаться забирать какие-то территории, и обычно у них это не получается сделать, потому что банально их просто давят числом. Это не честная тактика, я ее не слишком одобряю, но это политика, и, к сожалению, по-другому, ну, просто банально ты не сможешь играть в эту игру. То есть, задавить числом, это самый, так скажем, оптимальный вариант, если ты не стараешься играть на квалити, то есть на качество своих плееров. Можно делать, как мы делаем, то есть мы идем сразу в две стороны, это и число, и квалити. То есть, есть опытные игроки, есть люди, которые подтягиваются под этих опытных игроков, и есть какие-то среднячки, которые, так скажем, находятся в процессе обучения, но все они ходят ровно на один тот же контент. Просто каждый показывает то, что он может показать. Поэтому меня и взяли, ну ба. Я тебя понял. Слушай, ну, я тебя бомблю уже минут 40, наверное, вопросами, и тебя культ. И все равно, очень интересно, ни хрена не понятно, в связи с этим два вопроса. Первый, обучение достаточно ли для того, чтобы, ну, человек вообще из стартовой локации вылез и понял, куда идти дальше, и как написать в чат в вашей гильдии, например. И второе, есть ли у вас какая-то система наставничества, менторства, обучения, консультации, ну, как раз, чтобы помогать таким нубам, как я, например, или тем, кто нас послушает, ну, и захочет начать игру с нуля. Ну, слушай, я уже этого касался, и вот сейчас еще раз повторю, это, ну, просто колоссальный, колоссальная трата времени, вот я, как это, культурно назвал это, если ты просто, ну, начинаешь играть и сидишь, вот проходишь обучение и вот сидишь в этих безопасных блоках. Ты можешь там сидеть бесконечно, ты, на самом деле, будешь получать контент, просто он будет ПВЕ или безопасным ПВП. И научиться играть на нем можно, просто у тебя на это уйдет такое количество времени абсолютно бесполезного и без толстолкового общения с кем-либо, вот, что я вообще не вижу в этом смысл. Ну, то есть, действительно, если есть возможность сразу идти изучать топовый контент и идти там с крутыми пацанами общаться и узнавать игру более глубоко и чтобы у тебя еще и наставник был, то, конечно, я всегда выбираю такой путь. Но, если все же ты начинаешь играть и такой, все, мне не нужна гильдия, мне никто не нужен, я хочу сам по себе, то твой путь очень простой. Ты проходишь это обучение, там ты учишься крафтить сам себе шмотки, сам учишься продавать их на рынок, перевозить их с городка в городок, ну, всей вот этой вот, как сказать, все то, что делают большие гильдии, но только в миниатюре в виде тебя одного человека. Ты это все можешь тоже делать. И в какой-то момент просто ты приходишь к тому, что, ну, ты уже так прокачался в этих локациях, что тебе просто тесно там. И ты в любом случае, даже как соло-игрок, ты пойдешь в красные зоны, там, а потом и в черные. Ну, просто, потому что там ресурсики покруче, там уже и сердечко екает, потому что рядом красные пробегают, блин, нападут, не нападут, надо убегать, еще что-то. А у тебя там, не знаю, на 2 миллиона лутов в сундуке еще и одеты на пару миллионов, ты такой, елки-палки, надо бежать. Ну, то есть, ты в любом случае приходишь в эти черные зоны, ты никуда от этого не денешься. А там уже начинается, ну, реальное веселье, там, данжи очень сложные, там, мировые боссы, там, ну, куча всего. И PvP тоже куча совершенно разного. И ты можешь потратить, как сказать, чтобы отсвоиться в игре какое-то время на вот этих безопасных территориях. Просто, в любом случае, ты окажешься в черных зонах, так зачем уменьшать время своего удовольствия тем, что ты там что-то в лягушатнике копаешься. Иди сразу к крутым пацанам и покоряй мир. Вот и все. Ну, теперь вопрос к аниме, расскажи про крутых пацанов, и мы поняли, что, ну, надо скипать обучение, да, и бежать. Да, у меня-то как раз-таки на фоне идет, так скажем, небольшое PvP. Вот, я тут немножко с мужиком дерусь. Кстати, я думаю, многим понравится, похоже на доту, на лол. Я имею в виду боевка, вот. Вот, тоже. Насколько быстро проходит соло PvP. Пока она дерется, да, он с компой играет, а я уже убил. Я уже закончил, пропородилось 15 секунд. Я хочу рассказать просто, что я играю с мобилы, и управление, они пытаются, прям, это видно, что они за всех сил пытаются его к лолке как-то приблизить. И получается, ну, мега удобно на мобиле играть. Более того, я даже за некоторые классы предпочитаю на мобиле играть. Единственная проблема мобилы, это когда очень много народу сразу дерется. То есть, для смол, PvP, мобила очень легко подходит, для качи. Но вот для массовых заруб уже на мобиле, ну, меня никогда не вывозят. Может, оптимизируют в будущем, надеюсь. Я скажу так, что в принципе даже на мощных компах в массовом PvP бывают очень сильные просадки фпс, потому что когда у тебя на экране оказывается примерно сотня-полторы твоих только союзников и с другой стороны тоже сотня-полторы противников и одновременно все начинают нажимать кнопки, то есть происходит, скажем, очень много каких-либо визуальных эффектов и так далее. Просадки просто лютые. Прям мини-вопрос перед твоим основным про менторство. Самое максимальное количество людей единовременно в битве при тебе недавно было сколько? Недавно было где-то 550-600 человек. Где-то так. Это на самом деле очень большое количество, то есть такие битвы именно в плане ЗВЗ происходят не так часто. То есть это обычно как происходит. Допустим, есть наш альянс, есть какой-то альянс из нашей коалиции еще сверху, есть противники. у этих противников есть альянс сверху, который тоже с ними, так скажем, в каком-то пакте. Это называется у нас напы, то есть нон-атак пакт. Вот. И вы деретесь против друг друга, например, то есть у вас там, допустим, 100 человек, у них 100 человек, у ваших напов еще по сотке, у вас уже 400. Вот. И еще, например, приезжает сотка другая, каких-то левых типов, которые играют третьим сайдом, то есть которые просто приехали за контентом, крысу сыграть, либо какую-то свою тактику реализовать. Вот. Также не стоит забывать, что приезжают соло-игроки на каких-нибудь билдах по типу лутерков, то есть это просто какие-то билды с кучей сайвов, они подходят и пытаются просто в крысу залатать труп и убежать. Именно когда одна сторона бьет в другую, происходят потери и просто такие лутерки пытаются скрыть труп и убежать. Вот. Таким способом тоже люди зарабатывают, да, то есть очень много аспектов в этом плане. И если рассказывать какие-то аспекты в плане массового PvP, тут можно остаться с вами до завтра. Я думаю, что мне не стоит слишком сильно в этом углубляться. Да, согласен. Погнали к менторству, к наставникам, к обучению, куда вопросы слать, в какой Дискорд вступать, как научиться играть. Я думаю, что с твоего разрешения мы можем ссылку на Дискорд оставить просто под роликом, если людям будет интересно зайти узнать про нашу гильдию, узнать по поводу игры и так далее. Самое главное мне нужно, чтобы люди понимали, но я об этом расскажу потом. Вот, можешь вырезать и об этом. По поводу менторства. Если мы, так скажем, затронем именно систему обучения и систему менторства, ты очень верно так скажем сказал, ты прям в точку попал. У нас эта система так и называется система менторов, то есть это люди, которые прям максимально хорошо разбираются в своих классах, они на них играют уже очень длительный промежуток времени именно в плане и ПВП аспектов, и ПВЕ аспектов, знают какие-либо тонкости в плане позиционки в определенных ПВП, то есть практически во всем они смогут помочь. Единственное, что потребуется от человека, это проявлять, опять же, самое главное, это активность, это иметь, так скажем, высокую степень обучаемости, чтобы это происходило максимально быстро в, так скажем, его же интересах этого человека, вот, и насколько вот я прям очень сильно всем рекомендую, это записывать видеоролики своих файтов. По этим видеороликам ментору очень легко понять, как вы играете и указать вам на ошибки. У нас все менторы пишут видеоролики, поэтому если вы ходите на контент с этими менторами, то банально если вы, так скажем, попадаете в кадр в момент атаки, там, в момент вашей смерти, либо в момент, когда вы убиваете противников, из этого тоже можно извлечь, так скажем, информацию. Но опять же, менторы занимаются теми людьми, которым интересно обучение. Мы, в первую очередь, пвп гильдия, которая дает контент и которая занимается обучением активных плееров. Неактивные плееры в этой гильдии надолго не задерживаются, потому что у нас либо происходит чистка, эти люди просто вылетают, ну, либо они просто сами уходят, потому что такой контент им просто не понравился, скажем так. Ну, это понятно, да, отваливает. Слушай, разбор реплеев очень крутая тема, это прям киберспорт. На самом деле, если говорить честно, это сложно назвать киберспортом, даже близко. Единственный киберспорт, который... Скорее, аспект киберспорта, да, где люди, чтобы поднять свой скилл, смотрят свои реплеи и разбирают их с опытными игроками. Возможно, это будет, как бы, понятно только уже, так скажем, плеерам Альбиона, которые играют уже в эту игру какое-то время, ну, тут, скорее, задротов, задротов вообще особо никого даже не называют, эта игре тут так не принято. Извините, извините. Да не, без проблем вообще, я просто как бы делаю такую помарочку. Вообще, так скажем, понятие киберспорта к этой игре можно отнести только в плане того, что здесь есть кристальная лига, не путать с кристальной ареной, это разные вещи, вот. Только, наверное, высокие уровни кристальной лиги я бы мог назвать киберспортом, потому что там очень потный контент и там нужна идеальная сыгранность. Это 5 на 5 и 20 на 20 честные файты на арене с фулллутом. То есть, это прям вот, так скажем, как правильно сказать, там обычно дерутся представители гильдий либо какие-то уже давно собранные группы людей, которые играют вместе годами. То есть, у них уже сыгранность просто на уровне подсознательного понимания друг друга, если можно так выразиться. Вот это реально киберспорт. Единственное, как можно охарактеризовать киберспорт, ну, в плане, наверное, ЗВЗ, это в том, что, допустим, там все крупные файты в плане ЗВЗ, именно самые крупные файты за день освещаются на прямых трансляциях у разработчиков каждый день в прямом эфире. Круто. На Твиче. Вот. Но я тоже не могу назвать это киберспортом, это скорее просто, так скажем, чтобы заинтересовать игроков. Опять же, играть в массовом PvP-контенте, играть в small-scale контенте, то есть, это там десятка, например, играть в mid-scale контенте, это там вот сейчас до последнего обновления это было до 26 человек, сейчас это уже, наверное, до 21, до 20 человек, потому что там есть тоже свои механики, это вот как в Еве замедление времени, у нас это называется диза рейд, то есть, чем больше людей у вас на локации, тем сильнее на вас вешается порезка диза, то есть, это дебаф усталости, который уменьшает в процентах наносимый вами урон и ваше сопротивление контролю, но не защиту, когда-то оно уменьшало защиту, и это вообще был просто ад, если у тебя был большой диза рейд, у тебя люди просто умирали как мухи, их просто сдувало ветром, сейчас, конечно, чуть попроще с этим сделали, вот, то есть, тоже вот нужно понимать, к чему я вообще веду, к тому, что в этот пвп-контент на самом деле очень высокий порог вхождения, в саму игру порог вхождения не высокий, но именно в такой пвп-контент порог вхождения просто запредельный, особенно в некоторых моментах, по какой причине, банально, потому что многие люди просто социальны, то есть, они не могут адекватно контактировать с гильдией, то есть, у них какие-то свои приколы, они хотят зарабатывать деньги, у многих русских такой менталитет, что я лучше заработаю деньги, чем буду их проебывать, но вопрос, зачем тебе нужны деньги в этой игре, кроме того, чтобы на них смотреть. По факту, да, я много таких игроков поведал. Поэтому именно... На удивление, в ММО очень много людей, кто не умеет в социалку играть, так скажем, и банально общаться, да. Да, поэтому у нас, так скажем, набор в гильдию проходит, так скажем, в режиме интервью, как на самом деле во многих гильдиях, но тут на самом деле все зависит от того, какой человек тебя будет принимать. Некоторые люди у нас, например, интервью в гильдию могут проводить чуть ли не час, например, на одного человека. Некоторые люди могут за 15 минут принять. Все зависит уже от заинтересованности человека, который принимает и человека, который вступает. То есть, нужно понимать, опять же, с какой целью вы приходите в эту гильдию. Лично у меня, например, в гильдии правила, они строгие, но на самом деле я очень лоялен к тем людям, которые идут навстречу. То есть, люди, которые пытаются как-то скипать и не держат контакт с руководящим составом, обычно отсюда просто вперед ногами вылетают очень быстро. То есть, грубо говоря, ну, я не знаю, культ это, наверное, еще не достал особо, потому что он за контент сейчас посещает редко, он все-таки как бы вот еще старается, во-первых, он пришел не один, а пришел со своей кпшкой, он пытается своих людей подготовить к такому, так скажем, напористому массовому контенту. А если, допустим, вы бы пообщались с моими, допустим, мемберами в гильдии, они бы вам сказали, что со мной вообще лучше начнете в этом плане. То есть, любые, так скажем, внутренние моменты решаются очень быстро и жестко. Но это хорошо, иначе бы система не работала такая сложная, где много, много людей. Да нет, это на самом деле очень тоже понятная вещь. И опять же, почему мне понравилась гильда, потому что ребята одновременно и сурово серьезно относятся, но как бы и понимают, что все-таки нельзя человеку просто сказать, там, не-не, ничего учить не будем, ничего показывать не учим, он палку в руки побежал. Ты все неправильно сделал, пошел нафиг. Да нет, здесь и посмотрят видос с записью того, как ты дрался. Укажут на ошибки, скажут, что поправить. Расскажут, какой совет выкачать для какой ситуации лучше. При этом никто тебе не запрещает свои предложения какие-то внести. Все очень удобно, уютно и комфортно. Ну, да, тут следует сделать от меня еще одну помарку того, что, опять же, мы к нью-плеерам, скажем так, относимся лояльно. Пока, так скажем, они проявляют активность, у них проходит, так скажем, стадия обучения, они находятся, грубо говоря, в таких полутепличных условиях. Но самое главное понимать, что во всем есть какие-то разумные пределы, особенно временные. То есть, мы не готовы, например, каждому человеку посвящать больше, чем полторы недели времени до того, как он вступает в ПВП-контент. То есть, этого времени вполне достаточно, чтобы фулл подготовиться с нашими возможностями проведения ПВЕ-контента, с нашими возможностями обучения. Нужно понимать, ну, нужно понимать, что не стоит зацикливаться на том же самом ПВЕ, потому что многие люди приходят, ну, как не многие люди, да, это, наверное, я все-таки перебаршиваю. Некоторые люди приходят, и они зацикливаются сильно на ПВЕ, а потом оказывается, что они ПВП не хотят. Такие люди сразу вылетают, то есть, я с ними даже не веду никаких переговоров. Вот. И, соответственно, я очень жестко подхожу к каким-то своим олдовым ПВП-плеерам, которые у меня находятся в Гинде, либо к людям, у которых есть большой опыт. Если такие люди совершают ошибки, такие люди никакой пощады от меня не получат. То есть, они не имеют права их совершать банально, потому что эти люди знают эту игру от начала и до конца. И если они совершают ошибки, это только full их fuck up. Потому что anyway, ну, опытные игроки, я себе не могу это представить, которые, допустим, у нас состоят, чтобы они делали какие-то критические ошибки, из-за которых обычно страдает именно вся группа. Потому что в ПВП-контенте группой у тебя нету неважных ролей. То есть, раньше, раньше, когда, так скажем, средний уровень игроков, о чем я уже говорил, был достаточно низок, там можно было какому-то неопытному, непрокачанному игроку сказать, ну, ты один, типа, саппорта, типа, у тебя будет, типа, очень, как бы, низкий гир, но ты, как бы, нажмешь кнопки, а тебя будет пользоваться. Сейчас так не работает. Сейчас саппорт супер важная роль, танки супер важная роль, причем танки, ну, так скажем, как правильно сказать, подразделяются как на атакующих танков, на саппортящих танков, на стопящих танков, на танков, которые, допустим, играют от колера, там очень много, как бы, вот только, вот если взять даже тех же самых танков. Если мы сейчас перейдем к ДДшникам, это на полчаса затянется, просто чтобы перечислить именно основные позиции по ролям ДД. Здесь вот именно в массовом ПВП-контенте очень много аспектов. Я слышу, что ты очень серьезно относишься к игре, но оно и понятно для тебя, это часть жизни, львиная часть, и вокруг тебя тоже много таких ребят, и это круто, круто, что здесь есть, где развернуться ребятам, которые заточены на победу, на результат, на контент, на развитие своих навыков, вот, и мне пришло на ум такая аналогия смешная из линейки, там есть автобой, и многие умения тоже ставятся на авто, вот, есть небольшой, к сожалению, пласт, игроков, которые, так, открываемся с этого умения, потом вот с этого такую дистанцию держим, пытаются, пытаются механики как-то раскуривать и овладевать ими, думая, что они дают им преимущество в ПВП, и вот шутка связана с тем, что, а их оппонент в то время, который их убил, просто включил все на авто, есть ли тут гильдии, которые, знаешь, на шару, просто начали на расслабоне, раздолбай, но показывают хорошие результаты, или нет, и это тогда подтвердит, что игра максимально зависима и требовательна к кастым ребятам и, так сказать, системному подходу. Я тебе скажу так, что таких людей, которые пытаются здесь просто на ела проскочить, так скажем, опять же, я буду в этом плане уже материться, ебану, по клаве покататься. Запикаем, нормально, нормально. Такие люди, такие люди вообще далеко не уезжают, и обычно это просто мясо, которое просто приезжает и которое дарит лук. Круто. То есть, у нас есть, так скажем, в гильдии местный мем, перед выходом из города, мужики, одеваем каски. Мы вас встретим, те, кто знают, те поймут. Так, получается, если нельзя, ела и в дамке, то как мне играть теперь дальше? Ну вот, да, я тоже подумал, как ты там, как ты там, брох. Действительно, как же тебе играть? Меня никто не предупредил, что здесь надо учиться, бля. Вот взрослые дядьки выбирают себе игры, где нужно, ну типа, и работать, и учиться, и вообще жить, да? Две недели жизни, которые я потратил на то, чтобы вкачаться. Посвятил. Посвятил. Посвятил, да. Ну, посвятил. Мне вот, еще неделька на то, чтобы в ПВП разобраться, у меня ушло. Знаешь, это вообще не плата, ни разу. По сравнению с Евой, в которую я... В Еве ушло на это полгода. Больше, да, на бесконечности. Я там так и не научился ПВП. Да, я хотел сказать по поводу возрастного контингента. У нас в гильдии, на самом деле, у нас в гильдии очень разношерстный контингент. Во-первых, у нас в гильдии достаточно много девочек, у нас много стримеров, встреча. Кажется, я зайду. Вадим, ты перед интервью... Извините, ты перед интервью орал, что мы тебя никак не затащим в Эльбион, что линейка One Love, все дела. Абсолютно верно, я подыгрываю, подыгрываю. Ну, я понял, но, но. Ну, но девочки, это удар ниже пояса. А может... Да, это все, это фатально, да, было? Да. Чисто разрывная. А чем тебе девочки, если есть там я? Господи. Летс. Да... Извини, Энн, продолжай о том, что у тебя есть. Да, 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 да. Ничего, 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 братишка, все в порядке. Я потерял удар вечера, извини. У нас много контент-мейкеров, достаточно, ну, большое количество именно людей, которые стримят на Твиче, у которых есть, ну, достаточно адекватная аудитория для именно такого, такой, как Альбин онлайн, вот, есть какие-то люди, которые снимают видео на YouTube, я же сам, допустим, тоже записываю видео на YouTube с контентом наше гидриде, но в основном это какие-то нарезки, которые как-то, скажем так, красиво обставлены. Да, я тебя понимаю, очень. Если моим нубским взглядом в трех словах подвести некий итог сегодняшней встречи и тем, которые мы затрагивали, у меня сложилось следующее впечатление. Это песочница, и в этом она схожа с Евой. И вообще много общего, поэтому удобно сравнивать, но большинство минусов, которые мы там кровью и потом и жопой часами, так скажем, познавали, здесь, видимо, они то ли не имеют места быть, то ли исправлены. Здесь легкий порог вхождения и довольно быстрый процесс, ну, развития, обучения, прокачки до потребления топового контента, но в то же время в топ-контенте нет потолка и высокие требования, так скажем, к пониманию игры, к знанию механик и к умению нажимать кнопки. Обучение лучше вообще скипать и в ПВЕ не тухнуть. Сначала лучше найти гильдию, дискорд, людей, пообщаться, чтобы опытные люди тебя за руку провели, и ты не потерял даром время и понял для себя, чем ты тут хочешь заниматься. естественно, русскоязычных людей там не так уж и много, всего лишь 10%, и если бы я, новый игрок, пошел бы в эту игру, собственно, я только пока что одних крутых чуваков знаю, да, ребята, это вы. Правильно, все, ничего не упустил? А, ну и, естественно, фулл лут и прочее из этого вытекающее. На самом деле, опять же, я бы не стал брать на себя такую большую ответственность и говорить, что там мы какие-то самые там крутые и так далее, это вообще далеко не так, и даже среди русских. То есть есть гильдии, которые занимаются, так скажем, контентом на уровень выше нашего, но нужно понимать один простой факт. В такие гильдии имеют... А к ним не зайдешь, наверное, с улицы. К ним просто не зайдешь, то есть, у нас изначально тоже была такая система, к нам вообще очень сложно было попасть. Мы решили, так скажем, гильдию переквалифицировать не в хай-квалити ПВП-гильдию, где все играют только на качество и принимают только опытных ПВП-игроков с очень жестким отбором и очень жесткой дужкой на ПВП. То есть люди просто банально не выдерживали. У нас задерживалось, ну там, я не знаю, наверное, один из десяти каких-либо именно опытов ПВП-игроков задерживалось в нашей гильдии. Все остальные просто не выдерживали. Слишком сильно их душили. Вот. А сейчас у нас совсем другая политика. Мы выстраиваем именно ПВП-комьюнити-гильдию. То есть это комьюнити-гильдия по интересам, которая просто заточена на ПВП. Но при этом мы не ограничиваем людей в каких-либо других занятиях. Единственное как бы от них требование это в том, чтобы их основное направление было ПВП. А то, чем они там занимаются, крафтом, собирательством или чем-то другим, мы никак не запрещаем. Ну, большинству новых игроков надо найти точку входа, мостик, так скажем. И я сейчас вижу вашу гильдию как раз вот в этом направлении работающую. То есть вы и новым игрокам сейчас будете рады, и опытных игроков хотите видеть в своих рядах. Но как бы если они, конечно, пройдут отбор и потянут ваши условия. Естественно, все контакты и прочие штуки явки будут под роликом в виде ссылки. Для меня более чем исчерпывающая и насыщенная беседа сегодня вышла. Надо все это переварить. Если, ребята, вы хотите что-то добавить, пожалуйста. Видимо, ничего не хотим добавить. У меня опять с микрофоном проблемы были. А, давай. Наверное, я бы от себя что-то добавил, потом бы Мэйби Курч что-то сказал. От себя бы я, наверное, хотел дать какие-то вот определенные наставления больше сначала начинающим игрокам, а потом уже опытом постараюсь вкратце сказать. Сначала, скажем так, я бы хотел обратиться к начинающим игрокам. Это то, что вы стараетесь сильно не углубляться в соло-контент, потому что эта игра все-таки именно про гильдейский, про какой-то комьюнити-контент. Вот. И во-вторых, не верьте всегда на слово какими-либо на Ютубе способом заработка, легким денег, потому что обычно это все на этом очень легко прогреть. Вот. И в основном, опять же, если вы откроете Ютуб, вы там очень мало, где вы найдете, я бы даже сказал, скорее всего, вы не найдете подробное описание именно массового ПВП-контента, как оно вообще проходит, и какие-то гайды. Поэтому все гайды обычно это для соло-плееров, то есть это казуальный контент. Поэтому все, что вы получаете именно в крупных гильдиях, оно остается обычно в крупных гильдиях, то есть этот опыт особо никуда не выносится. Что бы я, наверное, хотел сказать, так скажем, каким-либо опытным уже ПВП-плеерам, это в том, что мы на next season проводим хороший набор, у нас будет много контента, у нас хорошие колеры. Переведу, на следующий сезон гильда Misfits проводит набор и готовит кучу интересного контента для тех, кто наберется, правильно? Наверное, не совсем, чего наберется? Не знаю. Для тех, кто не засыт. Да-да-да-да. Кто наберется в плане, да, кого удастся набрать, или нет? Наверное, стоит сказать так, что, если вы хотите достойный ПВП-контент с завоза кота, которая вас не душит по 5 таймеров в день, все основное, ну, так скажем, все остальное, кроме одного-двух кота таймеров, это No Mandatory, и вы посещаете этот контент по желанию, но, опять же, это всегда будут замки, заставы, мидскейл, роумы, какие-либо small-scale контенты, то есть то, что вам реально будет интересно. Также это ХГшки, то есть это десятки точно, могу сказать, что будут, это будет кристалка, то есть контента будет достаточно по интересам каждому свое. Много территорий, много будок, достаточно интересные, так скажем, условия вступления, но к PvP-плеерам высокие требования, то есть если вы вступаете, то вы вступаете именно за контентом за PvP, которое я вам дам, опять же. Мне самое главное от вас, это актив и желание играть. Аминь. Так что я думаю, что на этом все, обращайтесь, если будет интересно. От себя, наверное, скажу, в первую очередь, ребятам, с которыми я в Еве играл. Игрушка крайне похожая, просто менее время дотратная. Мне комфортно, мне интересно, я никого не агитирую, там, наливать из Евы, переходить сюда, скорее просто поделиться хотел, тебя, Серега, напряг, хотел поделиться ощущениями. По ощущениям игра просто банально быстрее, то есть, если в Еве долго собираться, долго лететь, то здесь все то же самое за какие-то минуты, а не часы. В этом плане очень удобно, тут я обрадовался прям. У меня, наверное, на этом все, я был бы очень рад видеть тех, с кем играл, если вдруг зайдете. Спасибо тебе, Серега, спасибо Эднаме. Всегда рад помочь. Культ, я хотел ответить, что ни в коем случае не напрек, я новый проект себе не подыскиваю, но мне вообще в целом интересна тематика ММО, и если у меня появились тут ребята-знакомые, которые рассказали про достаточно очень популярный проект на данный момент, то мне было интересно, и я на самом деле не пожалел, так что спасибо вам, ребята, что пришли в гости. Мистер Эднаме, Мистер Культ, спасибо. Йо, пока. Были рады помочь, обращайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok